И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических съем. У микрофона, как всегда, ваш покушенный слуга Мамору, и эта великолепная игрушечка Факторио с модным Кроссторио 2 и Space Exploration. И как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, за кадром произошли кое-какие, в какой-то степени маломальские изменения. Я немножечко тут попытался организовать оборонку, благодаря тому, что мы с вами в предыдущей части занимались направленной изучением этой самой обронизации. А именно, я приготовил немножечко и увеличил область охвата нашей будущей шины. Примерно такой сейчас квадратик у нас имеется, здесь у нас имеется область турелей, они не везде достроены, банально, потому что у меня нету возможности ставить их везде. И из-за отсутствия возможности эти самые турели пока что крафтить, но они постепенно создаются и постепенно, рано или поздно, они будут готовы. Пока что я ограничился такой длиной, дальше я идти не могу из-за кусок, но рано или поздно, я думаю, мы будем продвигаться плавномерно вверх, как только будем изучать что-то более плодотворное в плане их истребления. В этой же части, как я и говорил, я тут немножечко набросал себе список того, что собираюсь делать. У нас очень кардинальные задачи. В этой серии хочу выйти в изготовление больших электромоторов. Сейчас это у нас идет в приоритете. Я уже начал здесь их очень маломальское производство, и они немножечко здесь организованы, но все упирается в банальную нехватку смазочной жидкости, которая здесь подводится и перерабатывается благодаря всего одному химическому заводу, который я разместил на производстве нефти. Вот здесь вот это размечено, я из этого нефтеперерабатывающего завода сюда вывел дизель, который перерабатывается в топливо, а сюда вывел мазут. Мазут перерабатывается в смазку, и смазка сюда поставляется. Электромоторы очень важный и необходимый компонент, как минимум для того, чтобы производить в будущем дронов. И это будущее, я надеюсь, настанет уже в этой серии. А также электродвигатели в больших количествах понадобятся мне для производства электровоза второго уровня. Это дополнительная модификация, которая здесь стоит, добавляющая электровозы. Они гораздо лучше, по-моему, чем обычные топливные поезда. Здесь вроде стоит модификация на то, чтобы топливные поезда я мог заправлять с помощью логики. То есть дополнительную инстанцию создаешь, они туда едут и заправляются. Но, как мне кажется, это временное такое решение, которое не позволит плодотворно чем-то заниматься. И, по-моему, гораздо лучше будет иметь поезд на электротяге, скорость которого будет фиксирована. И будет зависеть только от наличия электричества в системе. А электричество у нас всегда будет. А все благодаря тому, что здесь я еще немножечко увеличил масштаб охвата солнечных панелей. Это еще будет увеличиваться, но, честно, просто не хватает сил постоянно заниматься строительством с помощью долбогномов. Грубо говоря, это приходится делать вручную. А вручную я делать не хочу, поэтому все силы наши брошены на электромоторы и на дронов. В плане у меня есть необходимые элементы, которых нам не хватает. Сейчас предлагаю начать с добычи камня, который у меня почему-то здесь не организован. А не организован, потому что как раз я всего лишь здесь не назначил поезд. У меня вот он есть, имеется в наличии. Я его сюда могу разместить. И он показывает то, что нету топлива. И все правильно. Для электричества поезда, для того, чтобы его запитывать, понадобится еще одна немаловажная деталь. Это станция управления. Грубо говоря, это обычный радар, который мы можем разместить в любом месте. И пока вот эта вот станция есть у нас на карте в любом месте, любой электровоз будет автоматически запитан энергией. И это невероятно классно. Сейчас, получается, я локомотив сюда подключил. В него я в обязательном порядке буду запиховывать дополнительные электродвигатели в количестве двух штучек, а также большой аккумулятор и большую портативную солнечную панель. Дополнительные электродвигатели здесь стоят для того, чтобы увеличить скорость разгона. Максимальную скорость они не увеличивают, да она и не нужна. Если мы посмотрим справа внизу, то максимальная скорость 400 км в час. Вместе с четырьмя прицепленными вагонами максимальная скорость этого транспорта составляет всего лишь 320 с небольшим. И я считаю, это вполне приемлемая цифра. Сейчас камень я назначаю. Также я назначаю станцию вот здесь. Вот здесь на камне загрузка я ставлю полная погрузка, а здесь полная разгрузка. И всё, камень поехал. Поехали вместе со мной. И мы увидим, как безумно быстро тикает наша скорость. И я невероятно рад этому. Грубо говоря, я просто закрыл гештальт предыдущей части. Я не сделал с загрузкой, каюсь, но теперь она есть. Ну а эту же серию я предлагаю начать с того, что, допустим, сделаю добычу угля. Эта добыча потребуется для того, чтобы сделать станцию с коксом, а это будет, ой, как непросто. Станция по углю у меня имеется здесь, прямо на территории базы. Я думаю, это неплохое место для того, чтобы это организовать. А также у меня здесь поблизости имеется ещё и станция с медью. И её, и её, и сразу тут ещё и нефть есть. Ой, какое счастье. И все эти станции можно вместе организовать сразу в добычу. Останется только провести ЖД-линию. В итоге у меня получается вот такая вот картина. В итоге у меня получается здесь следующая картина. Нормальная, организованная добыча угля сделана. И вот эта вот жила полностью развеяна. Сейчас мне останется здесь немножечко обороночку доделать. Тогда у нас всё будет точно замечательно. А то сейчас пойдёт здесь загрязнение, которое будет привлекать кусак. Оно нам не надо, поэтому я сейчас целенаправленно бегу и доделаю оборонку. Ну как-то так меня устраивает. И атаки с западного направления вроде бы нам не должны быть страшны. Какое-то время. Уголь это конечно хорошо, то есть мы можем вот эту вот галочку здесь поставить. Но всё-таки медь сделать не помешает. И хотя бы просто намечу я здесь дальнейшую её добычу. И хотя бы вот эту часть жилы выведу вот так вот и будет она загружаться в этот сундук. А потом как-нибудь вот эти две жилы объединятся и тоже выведутся. Ну а с сырой нефтью всё понятно, что делать. Просто брать и организовывать добычу. Пока как-то так. Выглядит станция загрузки нефти. Я сюда уже вывел и подвёл всё то, что касается добычи. Здесь я поставил уже нефтяные насосы практически везде. Останется подвезти сюда электричество. Станция по загрузке выглядит именно вот таким вот образом. То есть нефть всё приходит в единый резервуар. И уже из него потом идёт разводочка. Останется мне здесь разместить лишь сравнивающие комбинаторы на то, чтобы система знала, когда именно нужно отсюда нефть вывозить. Грубо говоря, система точно такая же, как на добыче руды. Только в нём мы пишем, чтобы сырой нефти было больше или равно 24 500. Не ровно 25 000, поскольку 25 000, возможно, там никогда и не будет. Из-за того, что, возможно, где-то утеряется в трубах жидкость. Из-за того, что, может быть, где-то ещё что-то пойдёт не по плану. В общем, нужно оставить небольшой прозапас. Но провод точно рано или поздно у нас заполнится. Так что не пережёвываем за эту тему. Подключаем это всё к станции. И пишем, что мы включаем-выключаем поезд. По наличию красного сигнала в количестве четырёх штучек. Вот и станция готова. Самое сложное, это подключить добывающую часть к электричеству. На данном этапе скорость сырой нефти еле доходит до пятёрочки, получается, да? Очень маленькое количество, конечно, отсюда выкачивается. Но с этим, к сожалению, в данный момент сделать ничего абсолютно нельзя. И в будущем, возможно, мы обязательно будем разведывать другие месторождения нефти. Например, вот это вот, где 27 миллионов уже находится. То есть, грубо говоря, вот эту вот станцию добычи нефти можно закрывать. По-хорошему бы ещё станцию с водой бы сделать. У нас здесь как бы и вода есть. Вот это вот место подойдёт как нельзя лучше. Я здесь сейчас две станции с водой и размещу. Что-то по нефти. Ой, какая красота. Здесь уже все резервуары полные. И сырая нефть пошла копиться в огромном резервуаре. Какая красота, я не могу. Две станции, это как-то жирно, больно. Я замахнулся. Начнём, пожалуй, с одной. Размножать их в любом случае мы всегда успеем. Поэтому я просто беру, копирую станцию с меди и здесь её размещаю. А вернее, размещают её мои строительные гномы. Я очень надеюсь, что тут нету никаких бафов, дебафов за грязную воду. Поэтому просто здесь буду размещать насосы на том, что есть. Эта вода всегда будет грязная, как бы мы не хотели её очищать. Будем пытаться довольствоваться тем, что будет. И эмбирическим путём было выявлено, что необходимое количество насосов для того, чтобы выкачивать жидкость в одну трубу, это, по-моему, три штуки. Я прекрасно понимаю то, что вот так вот на глазок это делать неправильно. Но мы тут для этого и есть, чтобы экспериментировать, что из этого получится. Три насоса подключены, три насоса работают. И, в принципе, здесь по воде можно ещё несколько насосов в эту же трубу выводить. Допустим, последний насос. И я думаю, пока что хватит. Я почему-то думал, что три, а оказывается, пять насосов нужно на одну трубу, чтобы полностью её заполнять. И все резервуары начинают постепенно, планомерно заполняться водичкой. Станцию я называю водозагрузка. И останется лишь сделать мне так, чтобы считывалась информация о воде, а не о нефти. Дело сделано. И тогда в таком случае вот этот цех сейчас мы будем целенаправленно и планомерно использовать под добычу посреднического компонента в виде получения песка из камня. Этот посреднический компонент нужен сугубо для одной цели. А именно, он нужен для того, чтобы в теплицах мы получали с более выгодным коэффициентом дерева. Я не знаю, зачем теплицам песок, но пусть будет. Видимо, они используют его как компост, хотя очень странно зачем. Ставлю я здесь станцию. Называю её. И останется её здесь построить. А пока она строится, я буду производить расчёты по необходимому соотношению. Не забываем поставить здесь собственный электровоз. У него грузовые вагоны. И его, можно сказать, можно пускать то, чтобы он циркулировал туда-сюда и ездил за необходимыми ресурсами. А я пока буду здесь размещать всё остальное. Я посчитал. И по идее, около 8 печек нужно, чтобы забирали с конвейера камень. То есть, грубо говоря, я могу разместить здесь вот раз 8 печек. И то же самое с другой стороны. И вот этот вот конвейер с камнем будет якобы полностью разбираться. Давайте тестировать, как это будет происходить. Надо будет только подумать ещё над вариантом, как грамотно определить разгрузку этого всего песка. Который будет здесь образовываться в обязательном порядке. Но это, думаю, чуточку позже будет. Станция с песком готова. Сейчас нужно будет здесь протянуть в обязательном порядке конвейера. Они у меня очень быстро и оперативно закончились. А также закончились быстрые погрузчики. Я уже точно знаю то, что двух пакетных погрузчиков вполне хватит на то, чтобы загружать и полностью обеспечивать работой вот эти вот дробилки. Так что, надеюсь, этого вполне нам объёма хватит. И нужно обеспечить выгрузку. Таким образом, что где-то вот здесь вот по центру обеспечен балансир. Так, чтобы вот эти все, допустим, выгружали на левую линию конвейера. А эти все линии на правую. И так он, по идее, должен быть заполнен полностью. А выгружать песок я буду очень простым элегантным методом. С помощью моих любимых погрузчиков. Пока я летаю за ингредиентами и за всем на свете. И, пожалуй, этот пояс нужно запустить. И пусть он катается, приводит сюда камушек. И камушек пусть уже начнёт использоваться. Мне очень часто приходится ездить за пакетными манипуляторами. И я решил здесь организовать себе небольшую станцию по производству этих пакетников. И, в принципе, вот такой вот метод размещения даже мне кажется очень прикольным. Единственный нюанс, конечно же, что нам опять-таки здесь не хватает стари для всех нужд и масштабов производства базы. А вот и песок пошёл. И, как я рассчитывал, две линии с песком, получается, полностью заполняются. Это линии счастья. А значит, песок сюда попадает, полностью заполняется. И вот эта станция начинает полностью работать. В дальнейшем, когда будут дроны, я обязательно вот эту вот станцию увеличу в масштабах. И сделаю её вот так вот донизу. Я не знаю, сколько здесь в месяц. Но точно несколько цехов с песком обязательно сюда войдут. И, в принципе, скорость загрузки меня вполне устраивает. Две полные линии, это очень хорошо. Следом идёт станция с деревом. Ну и вот, из последней сказанной мною фразой прошло гигантское колоссальное количество времени. Примерно как-то так выглядит весь блок с теплицами на данный момент. То есть сюда у нас заводится вода, сюда заводится песок. Песок равномерно распределяется между всеми теплицами. А также в каждую теплицу поступает вода посредством одной помпы. И, в принципе, такого напора более-менее хватает. В каждую теплицу средней линии песок забирается, а дальше уже из теплиц забирается дерево и загружается в единую линию древесное раскладирование. Дальше это дерево посредством поездов в соседний блок поступает, где у нас уже поступает дерево и уголь обыкновенный. Благодаря углю и дереву мы в печках в таком вот масштабе переплавляем кокс, который уже в свою очередь идет на следующую станцию, где у нас кокс и обычная железная руда превращается в сталь. По соотношению у нас получается здесь стоит 36 железных печек на 12 печей переплавляющих сталь. Напора кокса, в принципе, более-менее хватает, и я, в принципе, с таким соотношением более чем согласен. Так что можно сказать, что вот такая вот схема стали у меня более-менее устраивает. Здесь в дальнейшем я планирую разместить еще минимум два цеха. Решил я здесь объединить все это в единую цеховую систему, поскольку уверен, что одного такого квадрата не хватит, и придется размещать еще парочку цехов в стали. Ну и на будущее пусть они существуют. Сталь, которая здесь производится, успешно уже давным-давно подставляется на базу, тоже специально поездом. Из поезда здесь организована станция разгрузки, и сталь успешно попадает на основную шину базы. Так со сталью теперь на базе нету никаких проблем. Единственная проблема, чего сейчас не хватает и почему производство стали немножечко встало, это отсутствие камня, который здесь просто банально не успевает добываться из-за низкой скорости добычи. Но мне что-то очень сильно не хочется заниматься сейчас именно целенаправленно этим. В случае чего просто останется добычу камней организовать, я думаю, это будет несложно. Сложнее всего будет бороться с кусаками, ибо куда мы сейчас не ткнемся, кусаки будут везде, и нужно очень в скором времени стараться от них избавляться. А для этого нужны дроны, без которых я боюсь не справлюсь. А на дронов, кроме стали, нам не хватает лишь одного немаловажного ингредиента. И это продвинутая нефтянка. Допустим, вот этот блок меня будет вполне устраивать для того, чтобы на нем попытаться организовать эту всю систему. Здесь, во-первых, будет станция, которая будет привозить воду, станция, которая будет привозить нефть. Здесь будет, скорее всего, загружаться где-то попутка, и как-то так эта вся система будет организована и существовать. А также самые важные ингредиенты всей системы, которые нам, в принципе, и необходимы, это смазочная жидкость, которой нам не хватает. И нам останется только организовать ее создание. А для этого нужно сейчас немножечко подготовиться и взять все необходимые ингредиентики. То есть, по моим планам, вот в этой верхней части будет сугубо переделка нефти в попутный нефтяной газ. Для этого нам потребуются нефтеперерабатывающие заводы в гигантском количестве. Они у меня уже имеются. Нужно лишь разместить, расчертить и грамотно их расставить. В отличие от ванили, здесь нету такого, что есть обычная переработка и продвинутая. Здесь есть улучшенная продвинутая переработка нефти. То есть, грубо говоря, мы можем получать с большим коэффициентом либо дизель, либо мазут. Так как и тот, и тот ингредиент нам нужен в больших масштабах, я предлагаю разместить напополам. Половина фабрики того, половина фабрики всего. Допустим, вот первая линия будет стоять нефтеперерабатывающих заводов на дизель. Сейчас сделаем в него подводку. По ближней линии нефть, по дальней линии воду. В итоге в ряду получается около 15 штук. Я, к сожалению, не посмотрел по количеству труб, которые сюда будут поставлять наши жидкости. Но, надеюсь, все обойдется малой кровью и всего у нас будет хватать. Сюда подводку я сделал. И останется мне сейчас для начала сделать так, чтобы станции нормально работали. А для этого неплохо было бы сбегать за топливом для ракетного ранца, которое успешно завыкончилось. Поезд сюда приезжает. Вот такие вот цистерны в него стоят. Все они обязательно должны через помпу принудительно попадать в резервуар. Для того, чтобы как можно быстрее поезд смог разгрузиться. И уже только потом из него все исходящие и выходящие потоки будут складироваться в огромный резервуар. Из которого уже впоследствии будет идти разводка. Целенаправленно, допустим, из этого резервуара, который рано или поздно здесь построится, я смогу забирать воду и уже подключать все необходимое. И останется мне сделать все точно то же самое, только для нефти, которая будет загружаться вот на этой станции. Я осознаю тот факт, что вот этого одного цеха будет крайне мало. Поэтому сейчас сделаю из него разводку. Получается, из нефтеперерабатывающего завода будет выходить в любом случае в три вида жидкости. И мне нужно сейчас их все объединить следующим образом. И сделать, получается, их полную разводку в какую-нибудь единую систему. Труб, конечно, на это уходит колоссальное количество. И получается, мне останется только все вот это вот дело продублировать здесь еще минимум один раз. А все потому, что я хочу, допустим, вот этот вот ряд нефтеперерабатывающих заводов, которые будут здесь размещены, перевести на то, чтобы они в приоритете производили не дизель, а мазут. Возможно, я это все делаю крайне неправильно, по соотношению и по всему прочему. Но, как мне кажется, это оптимальный вариант схемы, которая здесь у меня по планам будет размещена. В будущем обязательно вот это нефтеперерабатывающее безобразие будет увеличено. Я здесь специально оставил пласт для будущих улучшений. И как минимум две вот такие линии здесь еще свободно смогут размещаться. А все вот это вот место будет запланировано под переработку исходящих продуктов. То есть, грубо говоря, мне нужно будет уравнивать все сюда приходящее и расходящееся. Но для того, чтобы чуть более подробно это все разъяснять, конечно же, нужно для начала это все достроивать. Вот, наконец-то я смог достроить эту систему. То есть, грубо говоря, все вот это вот безобразие объединяется в единую линию и идет и идет вот в такие три резервуара. Здесь складируется попутка. Я уже подготовил и вывел ее. Она складируется и готова к вывозу. А здесь появляется дизельное топливо и мазут. Вот здесь вот система распределилась, которая поможет мне для распределения баланса этих трех жидкостей. Для того, чтобы отслеживать четко их количество, мне потребуется немаловажная вещь. В виде вот таких вот числовых индикаторов. Ну а в принципе уже можно видеть то, что распределение этих жидкостей идет неравномерно. Как бы я ни старался балансировать количество нефтеперерабатывающих заводов. С помощью числовых индикаторов я смогу вывести четкое количество жидкости, находящейся в данном резервуаре. Мы считываем отсюда содержимое. Мне потребуется здесь также арифметический комбинатор, который будет считывать положение резервуара. На вход мы ему говорим то, что приходит мазут. Мы количество мазута будем делить на 2000 и получим 100%. И эти 100% мы должны выводить на циферблат. И допустим это все выводится будет в виде числа А, а число А будет считываться. И вот мы видим то, что действительно наш резервуар заполнен на 100%, как и показывает числовое табло. Так как оно в принципе забито, мы ничего с этим сделать не можем, как бы не хотели. И с этим нужно как-то бороться. Есть два пути, куда мы можем девать мазут. Первый это делать из него смазку и в принципе давайте этим сейчас займемся. Потому что смазка нужна будет в любом случае, смазки нужно будет много. И допустим где-то вот здесь вот, возле станции, где будет загружаться смазка, эту смазочную жидкость я смогу загружать, разгружать и сделать все то, что мне заблагорассудится. Ну скажем, пока что 15 химических заводов думаю на смазку хватит. Назначаю рецепт и делаю то же самое с другой стороны. Теперь останется лишь сюда подвести дизельное топливо. Думаю такого количества смазочной жидкости мне хватит на какое-то время, если не на постоянной основе. Мазут я сюда подвел, он получается должен в постоянной основе сюда идти, поскольку мазут нигде в другом месте не используется. И так мы получаем здесь необходимую нам смазочную жидкость. Ее процентное соотношение я тоже хотел бы видеть, поэтому сделаю здесь точно такой же числовой счетчик. Но так длиться бесконечно не может и рано или поздно вот эти вот склады забьются. Здесь есть уникальная система по переработке одного вида топлива в другое. Допустим из мазута я могу делать дизельное топливо. И здесь я уже наметил примерное плановое производство. Потом вот этот вот блок будет тиражироваться вниз. Конечно же до бесконечности его тиражировать не выйдет. Рано или поздно место закончится, но пока что такого количества думаю будет хватать. И если что расширимся. Но нельзя сделать так, чтобы это работало бесконечно и тоже нужно настраивать логику. Вот эти все химические заводы качаются только от одной помпы. И ее мы тоже должны подключить к арифметическому комбинатору и настроить параметр включения, чтобы она включалась только когда А, то есть выходной параметр, был бы больше или равен, ну скажем 40%. То есть когда здесь больше чем 40%, весь мазут будет перерабатываться в дизельное топливо. Теперь я хочу сделать то же самое для дизеля. Только в свою очередь дизель будет перерабатываться уже в попутный нефтяной газ. Вот и логика настроена. Здесь показывается процентное соотношение. А помпа же включается в свою очередь, когда процентное соотношение дизеля в резервуаре составляет 20%. И отсюда же ритоговый продукт в виде попутки попадает в бак с попуткой. Эта самая попутка будет в гигантских масштабах использоваться для производства того же пластика. А пластик в свою очередь будет использоваться абсолютно везде, во всех продуктах. И я абсолютно уверен, что попутка никогда не будет складироваться. Но на всякий случай тут есть изготовлена небольшая такая система, которая излишки попутки будет сжигать. Допустим, если где-то вдруг будет не хватать мазута или что-то такого. Пока эта система работает более-менее, медленно конечно, потому что не хватает химических заводов. Но если что, их можно ускорять. Сюда модули эффективности без проблем запиховываются. И эта система без проблем работает. Мы видим то, что процентное соотношение мазута постепенно падает. И также процентное соотношение начнет рано или поздно падать в этом резервуаре. А тем временем смазка уже практически все резервуары заполнила. Ну и тогда и ставим сюда пояс, который будет всю эту жидкость вывозить отсюда. Ему ставлю станцию загрузки. И я уже подготовил станцию разгрузки. Пояс более-менее уже заполнился. И можно переключать его в автоматический режим после запиховывания суда модулей. Ну вот наконец-то смазка есть на базе. Я невероятно этому рад. Она уже идет по линии шины. И останется смазка, которая здесь идет, подвезти вот от сих пор. Здесь грубо говоря станция продвинутой переработки нефти можно сказать готова. Старая ли готова, кокс готов, дерево готов. Смазка готова. Останется лишь электродвигатели и каркас дроны. Допустим я хочу одну фабрику вот таких и одну фабрику таких. Нужно 80 станций по сборочных автоматов, которые производили бы каркасы. Дальше нам нужны аккумуляторы. Они есть, это не проблема. Электромоторы. 160 штучек. Что-то как-то до хрена больно вам не кажется. Но с другой стороны вот этих не нужно. Такое гигантское количество. Так что оставимся на строительных дронах. Необходимые компоненты я подготовил. Получается то, что вот эта вся схема нужна на производство всего шести сборочных автоматов для производства электромоторов. Здесь нужно железо и конвейера. Я их по привычной схеме объединяю здесь. Делаю производство начальных электродвигателей. Готово. Электродвигатели есть. Ну и получается все, что у меня осталось, это вывести сюда электросхему вместе со сталью и выпроизводить уже большие электродвигатели. Делаю, получается, я сюда загрузку раз, загрузку два. И подвожу сюда вот таким вот методом, незамысловатым в виде труб, самазочную жидкость. Ты видишь? Все, началось производство. Получается, это все будет выгружаться куда-то вот сюда и дальше куда-то это мы потом разведем. Останется лишь это все безобразие рассерживать мне аж до 38 штук. Тут их чуть больше, чем нужно, 40 штук. Если что, я увеличу количество электродвигателей производства. Но останется здесь только разместить манипуляторы, конвейеры, ресурсную базу и все то, что необходимо для производства. Если честно, мне до сих пор неправильно кажется, что я вот так вот это по кругу пустил. Ну ладно, в любом случае, вот это все производство здесь сугубо временное. Пока мы не произведем достаточное количество дронов, чтобы все это переехало на ячейки. И уже в ячейках я буду делать это более правильно. И еще у нас стало не хватать электроэнергии, потому что у нас не строится солнечная батарея, потому что опять-таки не хватает дронов. Но серьезно осталось этого прямо вот чуть-чуть для того, чтобы все это нормализовалось. Производство электронных компонентов сейчас достраивается. И сюда подвезти останется всего лишь какую-то сталь. Здесь самое большое производство нужно в виде электронных компонентов. Я думаю то, что электронные компоненты вместе с электродвигателями здесь объединятся. А здесь я объединю сталь и аккумуляторы. Аккумуляторы я сюда предварительно подвел и вывел с вот этой вот производственной базы, которая была чуть ниже. Вот и все прошло производство. Вообще у меня калькулятор пишет, что хватит на производство 40 штук сборочных автоматов. Но я размещу их штучек 20. Не буду рисковать. И тем более, что электродвигатели нужны мне с запасом. Вот и организовано производство. Осталась лишь какая-то маленькая часть для производства самих дронов. Для них нужны электросхемы зеленые и красные. Допустим, сами каркасы я выведу куда-то вот сюда. Здесь будут размещены дрон-станции. Когда они у меня подвезутся раз штука и два штука. Сами сборочные автоматы будут размещены вот здесь. В них посредством вот таких вот манипуляций будут запиховываться все каркас-дроны. Здесь, допустим, будут производиться транспортные. А здесь строительные. Для строительных нужны зеленые. Сейчас зеленые сюда подведем. Их нужно немножко. Поэтому даже вот с этой зеленой линии я могу их забирать. А для транспортных нужны красные микросхемы. Так что их мы тоже сейчас как-нибудь доподведем. Готово. Нужно не забыть обязательно небольшую буферизацию организовать. Для того, чтобы в случае чего дроны могли не только буферизоваться в дрон-станциях. Но еще и мне могли в инвентарь залетать. Ну а вдруг что случится? Вот так вот раз и два. Обязательно не больше чем один слот. Все. Готово. Сразу как только у меня появится здесь электричество. И оно закончилось от слова совсем. Все что у нас сейчас производят это солнечные панели. Этого крайне мало. И нам даже не хватает ни на что. Хотя вроде пишет, что производство идет. Но главное, что у нас появляется это дроны. Офигенно. Делаю я себе запросы в логистической сети. Теперь моя логистическая сеть может наконец-таки нормально существовать. И я больше не буду ни в чем нуждаться. Теперь наконец-то у меня дроны будут заниматься всем тем, чем необходимо. Так, давайте сейчас сразу вот эту дрон-сеть подключим к единой сети. Мои дроны, которые находятся у меня в инвентаре, должны успешно работать благодаря тому, что у меня размещена здесь персональная дрон-станция. И неплохо было бы скорости дронам добавить. Науке это немножко стоит. Но стоит больше это по электричеству, которого у нас пока что нет. Это все дело наживное, на самом деле это все образумится. Дроны начали производиться, а значит рано или поздно они произойдутся в достаточном масштабе, чтобы покрыть всю нашу базу всем необходимым. Солнечные панели и батареи давным-давно производятся. Турели тоже производятся. А это значит то, что круговая оборонка не за горами. А это значит то, что с электричеством проблем не будет. Как только дроны начнут нормально здесь работать. Если посмотрим по дрон-сети, я уже успел большую часть базы этой дрон-сетью покрыть. И потихонечку дроны будут все это закрывать. По-моему у меня нигде нету производства нормального вот этих вот ремонтных наборов. Да, они не летят ко мне в сеть. Это останется мне за кадром сделать. Ну а также за кадром я продолжу наращивать здесь оборонку до немыслимого масштаба. И делать количество ячеек. Для того, чтобы организовать это сейчас, мне мешали кусаки. Но с дронами это пойдет гораздо-гораздо легче. С новым видом турели в виде лазерных. Я думаю все обязательно пойдет наилучшим образом. И в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покрытый слой Амамору и эти великолепные маленькие дрончики. Всем спасибо, что смотрели. И всем удачи. И я не прощаюсь.